Добро пожаловать на кафедру знаний. История Древнего Египта хранит много секретов и приоткрывает их с большим трудом и неохотой. Людей, посмевших углубиться в личную жизнь династии фараонов, преследовали неудачи, а пытавшиеся приоткрыть тайны пирамид, умирали страшными и загадочными смертями или вовсе пропадали без вести. Загадки Древнего Египта, остающиеся тайной на протяжении нескольких тысячелетий, продолжают оставаться в центре археологических исследований и фантазий человека. Пять величайших тайн Древнего Египта Исчезновение Нефертити Нефертити была великая жена египетского фараона Эхнатона, который правил с 1353 по 1336 год до н.э. Известная как правительница Нила и дочь богов, Нефертити получила невиданную власть и статус на уровне самого фараона. Однако после 12 года царствования Эхнатона, ее имя исчезает со страниц истории, о чем до сих пор ведется много споров. По имеющимся предположениям, могущественная жена фараона умерла от чумы, которая прокатилась по стране, или впала в немилость. Однако недавние теории отрицают данные утверждения. На сегодняшний день, мумия Нефертити, известной и знаковой египетской царицы, пока еще так и не была найдена. Сокровище Тутанхамона содержит множество загадок. В одном из самых знаменитых погребальных украшений фараона есть скоробей из красивого желтовато-зеленого камня. Этот скоробей сделан из ливийского стекла, которое, если и не является метеоритом в буквальном смысле, то, по крайней мере, творением неких внеземных сил. Это природное стекло встречается только в одном месте в мире, в опасном и негостеприимном Великом Песчаном море Ливийской пустыни, которая является частью Сахары. 28 миллионов лет назад произошло столкновение Земли с кометой. Температура при столкновении достигала 1700 градусов Цельсия. В результате ударного воздействия на песок и образовалось ливийское стекло. Лампа Дендеры На западном берегу Нила расположен город Дендера, в котором находится храм богини Хадхор. В потайных комнатах храма нанесены рисунки с изображением предметов, подобных электрическим лампам. Только не лампам накаливания, а с разрядной дугой, которая показана в виде змеи внутри лампочки. Внутри окружности змея вытянулась в волнистую линию от цветка лотоса. На рисунке она выглядит как провод. Он ведет к небольшой коробке, на которой обозначен культ воздуха в религии Древнего Египта. Этот рисунок, по-видимому, содержит предупреждение о том, что устройство может представлять опасность в случае неправильного использования. Затонувший Гераклион Более двух тысячелетий назад город-порт Гераклион, что находился в устье Нила, считался вратами Египта. Сегодня этого города нет. Теперь город лежит на дне залива Абукир на шестиметровой глубине. Причины, по которым процветающий некогда город был затоплен, так и остаются непонятными. Лишь одно не вызывает сомнений. На древний город обрушилась внезапная и всепоглощающая стихия. Местные жители в спешке покидали свои жилища, оставляя все свое имущество. Не исключено, что от стихии погибли тысячи людей. Великий город исчез в мгновение ока. Незаконченный обелиск В древних карьерах близ Асуана располагается гигантский кусок камня, который был предназначен для создания обелиска. Обелиск не был завершен, вероятно, из-за трещин, которые образовались в каменных карьерах, хотя некоторые считают, что работа по созданию обелиска была прервана насильственно. Огромные размеры этого обелиска впечатляют. Высота 42 метра, вес 1200 тонн. Каким образом древние египтяне собирались поднять и транспортировать такую громадную конструкцию из гранита, до сих пор остается загадкой. В комментариях пишите свои гипотезы и предположения, и может нам вместе удастся разгадать какую-нибудь тайну древнеегипетской цивилизации. Посмотрев это видео, вы стали еще чуточку образованнее, так что поступайте на кафедру знаний, становитесь умней и развивайтесь вместе с нами. Не забудьте подписаться на канал и поставить объективную оценку этому видео. Вступайте также в группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok